МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В минулую субботу и неделю Гомельская центральная детячая поликлиника працовала в неизвычайном режиме. В связи с сезонным повышением захворывания в субботу организовали прием врачами-педагогами с 8 ранниц до 18 вечера. В неделю медики находились на працанных местах с 8 до 14. Плюс выезды по телефонных выкликах. В субботу, например, поступило около 70 зворотов. После выходных, ведь мы уже значной колькости пациентов у поликлиниции не было, хоть невеликие черги означалися. Причем, как те, кто выздоравливал и те, кто захворел, не сутыкались, для опочек открыли особный выход – так званный медицинский фильтр. Для разделения потока пациентов, заболевших впервые или же чувствующих недомогание, еще не знающих, что заболели, они у нас приходят в специально оборудованное помещение, называется оно фильтр, и входят с другого входа, чем все другие дети. На фильтре работает врач. Он смотрит ребенка, делает все необходимые назначения, осмотры. До здоровья детей в уголе повышенная увага. Кожный день вся информация о колькости захворелых поступает в Центры гигиены и эпидемиологии, плюс профилактические мероприемства. Наставникам рекомендовано отправлять до дома детей, которые пришли с минимальными предметами захворования. Это так званный ранечный фильтр. В обовязковых потребованиях постоянное проветривание по мешканию. А прича того, шмат, где провели батьковские сходы, на которых еще раз разслумачили, как застирать детей от хворобы. Для того, чтобы повышать иммунитет, медики находятся на свежем поветре, не меньше чем по 2 годины в день и уживать комплекс витаминов. Нам каждый день из лечебной сети доставляется биологический материал. В основном это носоглоточные смывы. И в лаборатории вирусологической в нашего центра проводятся исследования. На сегодняшний день мы выявляем весь спектр микроорганизмов. Начиная от аденовирусов, респираторно-систенциальных вирусов, парагриппа, в том числе грипп А, грипп Б. В лабораторию диагностики вирусных и особенностей небезпечных инфекций Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья в охоте побочным особам категорично заборонены. Але для журналистов телерадиокомпании Гомель зарабили выключение. Миновата тут проводятся все доследования на острые респираторные инфекции и грипп. Инших аккредитованных лабораторий для этих мед в регионе нема. Каб провести полный анализ на грипп, достатково одного рабочего дня. Спочатку обогулі выявляются вирусы А, Ц, Б. Коли А, то удокладняется его тип сезонный, ци так званые свины. Докладную лечбу захворелых на грипп в областном центре гигиены и эпидемиологии не называют. Она изменяется что день. Але ситуация окажет некой особенной тревоги, не выкрикая. Тем более, что свыше 40% населенства в области зарабили відповідные прищепки. На Украине для поровнання только 0,3%. До речи, той же так званый свинный грипп замысловався у организма человека еще в 2009-м, пасля сусветной пандемии. И зараз выявляется на протягу усякого года головное пачать своичасовые лечения, бо инакш со здоровьем саправдой могут возникнуть значные проблемы. Осложнения у каждого человека могут быть индивидуальными. Это может быть тяжелый бронхит затяжной, может присоединиться астматический компонент, если кто-то больной бронхиальной астмой. Это может быть пневмония, которую мы тоже все очень боимся. Это может быть поражение сердечно-сосудистого, сердца, почек, поджелудочной железы. И, соответственно, может обострение сахарного диабета быть и так далее. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». Адлига, которая пришла в Беларусь после богатых снегопадов, стала причиной початку поводки в особенных районах. У Лельчицкий районный отдел по надзвычайных ситуациях от ЖХРУ районного центра стали поступать поведомления про подтопление домов. До места для отпамповки талых вод была накирована резервовая техника пожарной аварийно-воротовальной части. А так само вся вода от помповная техника мясовой коммунальной господарки. Постане на сегодняшнюю раницу серьезных пошкоджений у приватных домовладений не зафиксована. Отповедно прогнозам синоптика, плюсовая температура поветра захавается у регионе на протягу всего тыдня. Теплой будет вогуле вся первая декада лютого. Подаденных областного гидромедцентра на завтра у регионе объявлены оранжевый узровень небеспеки. Раница и у день чекается узмацнение ветру до 15-18 метров за секунду. Часом пройдутся падки в выгляде мокрого снегу и дожджу. На особных участках дорог гололюдится. Температура поветра у ночи складе от минус 3 до плюс 1, у день от 4 до 9 градусов тепла. Подобный характер на дворье захавается до выходных. У субботу и у неделю будет переважна без падков. Температурный фон застанется ранейшим. В Гомеле прошел Республиканский молодежный форум «Зимний университет» клуба ЮНЕСКО. За маль 20-ти годовую историю, его проведение, наш областный центр примал у дельников с встречи в третий раз. Форум клуба ЮНЕСКО – добрая макшимость для обмеркования и увасабления новых молодежных инициатив. Дмитрий Котов с подробностями. В областном палаце творчества «Детей и молодежи» собрались инициативные и активные ребята из всех регионов Украины, а так само с суседней Бранской области. У сего у селеднем форуме приняли удел коля 200 человек. Членов клуба ЮНЕСКО широ витают со сцены и жадают пленой працы на протягу двух дней. Это добрая макшимость обменяться идеями и думками, закласти основу для новых социально-значных проектов. Так как вот январь месяц – это переходный месяц от года молодежи, от года 70-летия ООН ЮНЕСКО, года культуры, то, естественно, программа «Зимний университет» таким образом и поставлена. Ребята будут не только обмениваться опытом, не только весело проводить время, но еще учиться и учить других. Практичная программа форума распрацовывалась с уликами пропанов каждой команды. Кто-то проводил тренинг по теме «Молодежная журналистика», некто вучил дипломаты, инши – знайомили с питаниями глобальной биоэтики. Господары форуму у дельники клуба ЮНЕСКО «Дружба» обрали тему межкультурной коммуникации, а минавито проблем, які возникают помеж суразмовцами у ходе гутарки, способов их вырошить и зарабить зносины цикавыми и займальными. Представили гамельшане и еще один социально-значный проект, який реализуется у регионе. «Хомолуденс» – у нас есть такой проект, это настольные игры для молодых людей с ограниченными возможностями. Наш клуб раз в месяц мы стараемся звать из ассоциации семьи детей-инвалидов молодых ребят и детей маленьких, и проводим с ними игры, играем с ними, также в тренингах участвуем. На думку организаторов, подобные сустречи на початку года добрая махчимость суместно вызначить задачи на будущую. Зразумело, что великая колькость инициатив примиркована до года культуры, причем само понятие культура вызначается у широким сенсе. Это не только проекты, накерованные на выучение и захование культурных традиций. Идеи членов клуба ЮНЕСКО различны так само на повышение культуры поводинов в громадстве и культуры семейных относинов. Дмитрий Котов, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». Газета «Гомельские ведомости» привезла узнагороду с международного конкурса «Городу люстерку СМИ-2015». Для редакции у делу творчим выпробований такого высокого зроюню стал дебютом и одразу ж принес поспех. Головный организатор престижного конкурса – Международная ассамблея столицы буйных городов. Сегодня у ЯЕУ выходят 87 городов с 9 краин СНД. Все летнее творчество проводилось в Москве в рамках Международной науково-практичной конференции. В четырех номинациях было представлено больше 200 материалов – в том лику авторских проектов, автоматических подборок, особных журналистских работ, теле- и радиопрограмм. Газета «Гомельские ведомости» признана одной из лепших у номинации «Дружба народа Украины СНД» – наиважнейший элемент развития социально-экономичных совезей. Коллективу урученный диплом другой ступени сирот врукованных СМИ. Нам очень приятно, что жюри конкурса дала столь высокую оценку нашей работе. В данном конкурсе мы принимали участие впервые. На суд жюри представили материалы не только о сотрудничестве стран СНГ в сфере экономики, строительства, образования, науки, здравоохранения, спорта и так далее, взаимодействия различных общественных организаций и объединений, а также рассказали о людях, чьи судьбы переплетены с историей стран СНД. В Гомельском палаце Румянцевых и Паскевича опрацует выстава «Мастака» Романа Заслонова. Беларусь добровядомый за межами краины неодноразово выставлял свои картины в галериях Европы. Зараз его экспозицию могут увидеть и гомельчане. На открытии выставы побывал наш корреспондент Явген Пабалавец. Выставы Романа Заслонова у Гомеля проходят в першиню. В экспозиции больше за 40 работ автора. Его творчество Нильга однозначно отнестит до какого-нибудь одного стылю. Тут и сюрреализм, и фантастика, и не романтизм, и театр. Сам автор называет свой стыль реалистичным фигуративным живописом. До этого часа работы Романа Заслонова можно было бачить в галериях Парижа, а так само в США, Испании, Германии и Швейцарии. Некоторые из представленных на экспозиции работ ранее николе не выставлялись. Частка из них находилась в приватных коллекциях по всем свете. У выставы нема вызначены назвы. Тут представлены лепшая работа Мастака за опошние 20 годов. Правда, основную тему экспозиции уявить себе можно. Это некий фантастичный су-свет, идеальный скрупкий гляд жанятворцы. Мара, в образ, до кого хотелось бы имкнуться. Например, есть картины, на которых изображается художник, в его мастерской, в которой очень много беспорядка, каких-то разбросанных вещей, но в этом беспорядке есть, в этом хаосе есть свой какой-то космический порядок, который хорош вот этим вот случайным якобы подбором вещей. И для меня это такой вот идеальный образ. Роман Заслонов народился у Минска у творшей семьи. Мать и письменник, батька Мастак, дед Романа, легендарный протезан, герой Советского Союза Константин Заслонов. Будучи Мастак, скончу беларуский державный театрально-мастацкий институт, вучился у народного мастака Беларуси Михаила Савицкого. Позднее переехал у Францию, где им гненно завоевал признание. До слова там Заслонов проставлял себе миновитый к беларускага мастака. В 1997 году отрымал первую премию одного заутаритетных салонов Европы, так званого Восиньского салона, який больше за 100 годов проходит у Парижа. Махшима Франции натхнила Романа на часто выкорыстание у своих работах жанучшего образа. На его полотнах жанучшие персонажи лунают, рухаются, живут неким своим нереальным житем. Образ Мадонны и женщины-матери уже очень много воспет. Хотелось бы такого взгляда на женщину апоэтизированного, немножко идеализированного, конечно, и несущего вот этот вот посыл, стремление к, наверное, какому-то идеалу. Выстава протягнет свою работу до 28 лютого. Явген Побловец, Максим Славин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельским цирку стартовала новая программа «Парад Аллеа». Акробаты и поветранные гимнасты, аттракцион с дрессированными львами и медведями, а так само колоритные африканские танцы. Видовищные номеры, которые вошли в Яскравое цирковое шоу, одно из первых оценила наш корреспондент Вероника Ворошилина. Паша с программы «Парад Алле» на арене Гомельского цирка взяют зорки циркового мастерства одразу сями краин света – Россия, Украина, Казахстан, Италия, Армения, Кения и Никарагу. Яскравое шоу объеднало лепших всесветных артистов, лауратов престижных международных фестивалей. Акробаты и поветранные гимнасты на манеже працуют без страховки, пены домонструить публицы складанные от руки и уникальное мастерство волотами телом. Сдаётся их захопляючую дух номеры сдольное издевить на вот самых запотрабованных глядашоу. Не меньше уражливыми заявляются выступления с дрессированными драпежниками. Публика их завсёду воспринимает с великой цикавостью и самыми щирыми эмоциями. Косолапые артисты в свою чергу радуют глядашоу своими умениями ходить на задних лапах, ездить на велосипеде и на ватскейте. Номеры дрессированных медведев и, как взрыв, то и многих инших артистов сопроводжаются спецэффектами и лазерным шоу, что надое им ещё большую видовичность. На протягу у всего представления на манеже цирка працуют клоуны, которые добавляют глядачоу веселыми конкурсами и миниатюрами. Соправды, потешным видовищем становится и номер с дрессированными носухами. Готые маленькие, из выгляду миленькие звярки худко-испытно переодоливают пирожкоды и выполняют разные трюки. Однако, бодай наиболее колоритным, экзотичным и эмоциональным стало выступление кенийских акробатов. Артисты демонструют африканские танцы у сполучений со складанными акробатышными элементами. До прикладу створают пирамиду с людей выше нёй у 6 метров, або проползают под вогненными стрелами, размещенными усяго у 20 сантиметрах от земли. Моя профессия – это жизнь. В цирке я работаю уже 15 лет. К тому же я цирковой артист в четвертом поколении. Надеюсь, что в будущем мои дети тоже пойдут по моим стопам. Шоу «Парада Лео» выбрало в себе и множество инших цикавых и яскравых цирковых номеров. Вартат значит, что для кожного гастрольного города артисты подрихтовали особную программу. Отримать и салуду, а так само незабывные эмоции и уражение ад уникальный, сформированный специально для города над Сожем, у Гомельским цирку можно до 28 лютого. Эта программа будет работать только в городе Гомель, потому что Гомельский цирк – очень высоко поднята планка, и вы знаете, что гомельские зрители любят видеть только первоклассные программы. Вот мы стараемся, тянемся к этому уровню. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадио «Кампания Гомель». На этом наш выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Усяго вам самого доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова